Всем привет! С вами Люда Блаж-Суприм. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня я вот так вот замечательно улыбаюсь, но тема будет душесчипательная. Мы будем разговаривать про прощенные королевские измены. Да, их было немало, и там есть о чем поговорить. Уверена, что видео вам сегодня понравится, так что усаживайтесь поудобнее, наливайте чайок-кофеок и погнали! В последнее время то и дело новости про измены всплывают. То кронпринц Фредерик, то королева Летисия, ну и Роуз Ханбери, тот же Скоби в своей книжечке упомянуть не забыл. Тем не менее, случаев, когда за изменой следует королевский развод, гораздо меньше, чем прощенных измен. Почему же так? Сегодня будем разбираться. На дворе 21 век, и на слух королевская любовница — это дело странное. Это тебе не Эдуард VII и прабабка Камилы, где такое поведение воспринималось как норма. И да, так складывается, что изменщиц королев или принцесс, ну ты так даже и не вспомнишь. Чаще всего погуливают мужчины. И первый, о ком я думаю, это, конечно же, принц Филипп. Поддержка и опора, как о нем всегда отзывалась королева Елизавета, тем не менее, репутация у Филиппа в вопросах любовных дел была вполне понятная. Красавец, мужчина, высокий, богатый, герцог, принц. И какой очаровательный, ну как на такого не запасть? И я думаю, что сам он и себе тоже все прекрасно понимал. Даже с принцессой Александрой Кенской ему приписывали роман с кузиной королевы, хотя она и ему приходится родственницей, причем довольно близкой. По слухам, Филипп впервые изменил королеве аж в 48-м году, когда та была беременна принцем Чарльзом. Изменил он якобы с актрисой Пэт Кирквуд, шастал к ней в гримерку. Она говорила, что слухи о романе разрушили ее карьеру, а Филипп, вместо того, чтобы защитить ее, просто отмалчивался. После коронации тоже было все не слава богу. В 56-м году Филипп смотался в дальнее плавание, и на борту яхты Британия проходили те еще кудежи. И когда жена помощника Филиппа подала на развод, если кто помнит, то в короне это было, в центре внимания оказался брак Елизаветы и Филиппа. Под шумок еще тогда Елизавета дала мужу титул принца, что бы его нельзя было вызвать в суд, и он не смог бы свидетельствовать о неверности своего секретаря. А дворцу пришлось даже объясняться. Совершенно неверное утверждение, что между королевой и герцогом Эдинбургским существует какой-то разлад. Вот до чего докатились. Ему еще тогда приписывали романы со звездой кабаре Эллен Корде, телеведущей Кетти Бойл, актрисой Мерл Оберон, писательницей Дафной де Мурье и самое для меня поразительное Сюзан Райт. Скорее всего, вам это имя ни о чем не говорит, но это, внимание, мать Сары Фергюсон. Во как. Вот это поворот, хочется сказать. Подробностей, конечно, нету, фотографий тоже, но если мать Сары и впрямь была его любовницей, то тогда понятно, почему Сара его так бесила. Еще Пенни Начбул, лучшая подруга, то ли вторая жена, то ли дочь, прям много вопросиков вызывала. Ну и этот веселый четверг-клуб тоже не добавлял очков. Тем не менее, нет ни единого доказательства, что это правда. В основном слухи, домыслы, ну и в каких-то моментах, я уверена, клевета. А по факту с поличным Филиппа никто не ловил. И фотографии совместные были у него, разве что только с Пенни Начбул. Мне вот кажется, что Филипп, конечно, был тот еще любитель пофлиртовать, отсюда и ноги растут. Плюс эти отлучки, жена вся в работе, свечку, как говорится, никто не держал, но даже если что-то и было, я лично думаю, что тихохонько вполне себе что-то там могло бы быть, то развод для королевы Елизаветы был немыслим. И времена были совсем не те, и для имиджа монарха это была бы просто катастрофа. Женщине и так не просто на троне, как там Камила вспоминала, Елизавета была для своего времени одной из немногих королев. А тут еще и такое. Провал брака значил бы ее провал как женщина, а там к ней вопросики как к монарху. Да, это несправедливо, но как есть. В принципе, оно так и до сих пор работает. Брак важен для имиджа любого политика. Поэтому, если мы берем за факт, что Филипп погуливал, Елизавета как-то с ним договаривалась, потому что выхода из этого брака не было ни у нее, ни у него. В целом, вот эта мысль, что развод, не выход, очень прочно сидела в головах королев старого поколения. Мне вспоминаются королевы Нидерландов, Юлиана и ее мать, бабушка и прабабушка короля Вильяма Александра. Обе им мужья не только изменяли, но еще и внебрачных детей заимели. Тут уже не слухи и не шутки. Эту тему я затрагивала в двух роликах про мужей и про внебрачных детей. Это конкретный удар в спину, и от такого отмахнуться, ой, как сложно. Я даже представить себе боюсь, если бы Филипп заимел ребенка на стороне. Британская монархия и британская семья была бы уже совсем другой. Но вы знаете, сегодня, так или иначе, мы с вами говорим про женщин. А знаете, какая у меня мысль всегда приходит в голову, когда я говорю, рассказываю про женщин, про женщин из королевской семьи, из аристократии? Это женская сила. И как многие эти дамы умудряются подчеркивать свою красоту, не только красоту, манкость, какой-то стиль, реально вот эту женскую силу. И я не могу это проверить, но, если честно, я уверена, что тот же парфюм, аромат, им в этом отлично помогает. Что касается парфюмерии, то мне кажется, что я лично потихонечку становлюсь уже ценителем, понимаю, что мне подходит, что нет. И я так мечтала попробовать ароматы Лелабо. И, конечно, рандеву с их потрясающим аромабоксом мне в этом помог. Кто, в принципе, интересуется парфюмерией, знает, что Лелабо – это особенная такая любовь абсолютно всех парфюмных маньяков. Так вот, 8 ароматов, 8 топовых ароматов этого бренда я попробовала. Ну все, я влюблена. Особенно Бергамот 22 или Сантал 33. Мама дорогая, я не понимаю, что может быть лучше. Это прям мои ароматы на все 100%. И смогла бы я это так быстро и просто понять, если бы не аромабокс? Конечно же нет. Так что хвала парфюмным небесам за рандеву и их восхитительную концепцию. Когда можно попробовать 8 топовых ароматов, и определиться, какой именно твой. Найти такой аромабокс, как у меня, либо любой другой, вы можете на сайте интернет-магазина Рандеву. Просто потрясающий выбор косметики, парфюмерии. Есть очень редкие ароматы. И самое главное, в оригинальности вы можете быть уверенными. Также не забывайте, что сейчас на Рандеву действует огромная распродажа, скидки до 50%, а на аромабоксы скидка 35%. Но это еще не все. По моему промокоду 10блаш у вас будет дополнительная скидка 10%, которая суммируется со всеми акциями на сайте. Ну и приятный финансовый момент, что свою покупку можно оплатить долями. Так что не откладывайте в долгий ящик знакомства с новым парфюмерным брендом, как я, например, с Лилабо. Может быть, это ваша настоящая любовь. Переходите по ссылке в описании, но мы едем дальше. Но о ком я вам еще не рассказывала. Это две королевы, Паула и София. Точнее, я затрагивала тему измен, но совсем не рассказывала об отношении жен к данному факту. Паула – это королева Бельгии, мать нынешнего короля Филиппа. Может быть, вы помните эту потрясающую историю про принцессу, ну, ныне уже принцессу, дельфину. Как она через суды и ДНК-тесты таки добилась признания и отцовства от короля Альберта, но совсем не любви. Она, конечно, тот еще странненький такой себе персонаж. И каково же это королеве Пауле видеть эту новую принцессу на королевских мероприятиях рядом со своими детьми и с сыном королем. В 70-х, кстати, ходили слухи, что Паула разведется с мужем, а в 2002-м пара рассказывала, что они действительно были на грани развода и даже начали процесс. Но что же их остановило? Очень просто вопрос опеки. Дети принадлежали бы короне, ну, точнее, отцу. От такого даже сам Альберт Афигелы считал, что это несправедливо разлучать детей с матерью. В итоге они чуть ли не объединились против адвокатов и решили дать браку еще один шанс. Оба признались, что эта ситуация навредила их детям. Да и сам король Филипп прямо об этом говорил. Тогда в 70-х никто конкретную причину не знал. Сейчас же мы с вами понимаем, что все это было из-за незаконно рожденной дочери короля. Паула, кстати, такая красотка в молодости была, ну, просто загляденье. Итальянская аристократка. Еще один ходок. Испанский король Хуан Карлос, отец Филиппе. Все инфополе просто завалено сверху донизу скандалом с немецкой любовницей Кариной. Я думаю, что это еще свежо у вас в памяти. То она по судам ходит, то денег требует, то подкасты ведет. Хуан Карлос, наверное, миллиард раз пожалел, что с ней связался. Каринна подавала в суд по поводу слежки, мол, он требовал вернуть ему подаренные 65 миллионов евро. Хорош подарок. Хуан Карлос же доказал, что у него есть иммунитет на все эти обвинения, потому что речь идет о том времени, когда он был королем. А в прошлом году высокий суд в Лондоне отклонил дело Каринны, мол, это не их юриспретенция. Так что какого-либо результата по существу, ну, как бы нет. А что же королева София? Тут ни про какой развод речи не идет. Хотя ходили такие слухи после отречения Хуан Карлоса в 2014 году. В 2020-м он вообще уехал в Абудаби, и вот уже три года они живут раздельно. София в Испании, продолжает понемножечку появляться на мероприятиях, ну, собственно, с Филиппой и Летисией, а Хуан Карлос в Абудаби. София при этом не навещала его ни разу. Есть тут еще и экономическая подоплека. На момент свадьбы в 1962 году эта София, а не Хуан Карлос, была настоящей роялс. София была греческой принцессой, сестрой короля, на секундочку, тогда как Хуан Карлос только протеже генерала Франка. Теща называла его барселонским мальчиком. У него не было ни денег, ни королевства. И вроде бы как теща там состряпала крайне невыгодное соглашение, невыгодное для Хуан Карлоса, соглашение в случае развода. Деталей нет, все засекречено. Я не представляю, как оно еще может навредить Хуан Карлосу в наше время. Но тем не менее. Вообще, такие истории испанцев с раздельным проживанием не впервые. И я так думаю, не разводятся они только во имя спокойствия. Мол, чего ворошить, только хуже сделаем. А то в 85 лет только по судам и осталось таскаться. Еще один пример человека старой закалки это уже упомянутая Пенни Натчболл, подруга Филиппа и вообще всей семьи. До сих пор ее зовут на все королевские тусовки, что грустные, что веселые. На рождественском ланче вот буквально недавно была. Про Пенни у меня есть просто офигительное видео. Там и про отношения с королевой, с Филиппом, про Чарльза. Обязательно посмотрите, если не видели. Все поймете, что это за персонаж. И в пятом сезоне Корона Наташа Мекклхон. Какая красотка. Не понравился мне их дуэт с Джонатаном Прайсом и линия про заинтересованность Пенни семьей Романовых тоже дурная была. Но Наташа прям очень хороша была. Кстати, только сейчас поняла, что в шестом сезоне про нее вообще забыли. Так, ну собственно Пенни у нас из ряда тех, кто простил измену. Ее муж Нортон Натчболл, граф Маунтбеттен Бирманский. Она, соответственно, графиня. Нортон троюродный брат Чарльза, внук Луиса Маунтбеттена. Они поженились в 79-м году. В браке родились трое детей. Николас, будущий граф, крайне сомнительной репутацией товарищ, баловался алкоголем и запрещенными веществами. Александра, крестница принцессы Дианы и умершая в детстве от рака Леонор. В 2010-м году Нортон закрутил роман с Юджинией Наттелл и благополучно свалил с любовницей на Багамы. Пенни не растерялась и сообщила об этом сотрудникам прямо, что теперь она будет управлять поместье. Четыре года он жил с этой любовницей, потом они разошлись и он приполз домой. Но Пенни разрешила ему жить только на конюшне. Потом все-таки сжалилась и впустила. Но я надеюсь, что на конюшне имеется в виду в какой-то пристройке, а не вот прям на сене в обнимку с лошадьми. Хотя это было бы справедливо. Вроде как Пенни его пожалела, мол, здоровьем слаб и хорошо, что вернулся, я о нем позабочусь. Ну, хочется сказать, святая женщина. Королевская семья, однако, стала всецело на сторону именно Пенни. Королева Елизавета оценила тот факт, что она решила не доводить до скандала, ну и в принципе оказалась права. Поместье при ней, деньги при ней, а муженек все равно приполз обратно и оказался дураком в глазах всех. Даже дочь к алтарю вел Чарльз вместо него. А я думаю, там именно дочка настояла на самом деле. Хотя по официальной версии папа был болен. Ну да, ну да, всем нам очень знакомо. В общем, если рассуждать, лично мне кажется, что номером один причиной не разводиться, если мы говорим про какие-то рациональные вещи, ты остаешься при положении, титуле и деньгах. Вот вернемся к нашумевшей измене кронпринца Фредерика. Он тоже товарищ такой интересный. В комментариях писали, что у него прям репутация гуляки и изменщика. Я, честно говоря, не помню такого, да и поиск по архивам ничего серьезного не дал. Там подружки какие-то бывшие еще до Мэри что-то типа говорили. Ну и до свадьбы там, конечно, как у всех принцев, много девушек. Вот эти фотки с Женевьевой Казановой, на которых, опять же, ничего такого, по сути, единственный прям большой его прокол. Да и в принципе, хоть 10 любовниц он заведи, Мэри максимально невыгодно разводиться. По брачному контракту она не то, чтобы на многое может претендовать. Да, будут денежные выплаты на детей, отступные, но, например, она не сможет выбрать дом, как это сделала графиня Александра, это первая жена ее хима, младшего брата. Тиары тоже, сами понимаете, останутся только лично ею купленные, а в основном там дает поносить либо королева, либо сам Фредерик, потому что, например, вот эту знаменитую рубиновую тиару бабуля Фреда подарила именно ему, даже в обход королевы Марго. Как раз на тот случай, ну, мало ли, в случае развода жена захочет умыкнуть, а нет, подарена Фредерику. Такие брачные договоры у датчан стандартные, а вот в 2006 году его подправили на еще более строгий. Видимо, на Александре, кажется, мне обожглись. А уж теперь, когда Мэри королевы, ей подавно невыгодно разводиться, я категорически не верю в то, что Марго якобы трон передала из-за измены сына. И ой-ой, лишь бы Мэри не сбежала. Слишком ужирно передавать целый престол из-за измены, которая то ли была, то ли не была, да и про которую все уже забыли к концу декабря. Насколько это было неожиданно, мы обязательно порассуждаем в конце месяца, но я на 100% уверена, что несчастные фотки из Мадрида тут вот совсем ни при чем. Ну уж раз мы про недавние измены заговорили, я вот ни на полпроцента не верю в измену королевы Летисии. Этот Хайме своими историями про гамак может хоть обмазаться, но с точки зрения имиджа для испанцев развод максимально невыгоден. И я бы сказала даже неприемлем работающих роял стыда ядом и с тобой. Вытащил Филиппа монархию на достойный уровень и своей репутацией и прозрачностью в финансовых вопросах. Девочки вон какие красотки подрастают. Может быть преувеличиваю, конечно, но их развод мог бы стать крахом монархии в целом в Испании. Но повторюсь, я не верю ни в какие измены в этой паре. Филиппа очень искренен в своих эмоциях, а Летисия как 20 лет назад на мужа с обожанием смотрела, так и сейчас. Эта парочка не Меган. Им веришь на 100%. А вот где точно прощенная измена принцесса Майкл Кенская, баронесса Мария Кристина. Вот вроде устойчивый слух ходит, что она не любит русских, хотя ее супруг владеет русским и называет себя человеком с русскими корнями. Но завести русского любовника для Марии Кристины это другое. Это возможно. 2006 год. Венеция. Принцесса в компании олигарха Михаила Кравченко. Оба настаивали, что это деловая встреча. Ну да, это же древняя традиция за ручку с деловыми партнерами ходить. Сама она утверждала, что со всеми за ручку ходит, потому что она тактильный человек. Ох, Меган, не разглядела ты в Майкл Кенской тактильную подружку. В отеле в Венеции пришлось ей регистрироваться под вымышленным именем Миссис Грин. Он это игнорировал. Это был не первый роман Марии Кристины, были там миллиардеры из других стран, например, шестой муж Элизабет Тейлор, но там больше домыслов. Да и сам принц не то чтобы прям святой был. Ему приписывали романы с балериной Бриони Бринт и с американской светской львицей Люси Вебер. Оба он категорически отрицал. Короче, они там походу оба молодцы, может счет вели, чтобы все ровненько и до развода не дошло. В принципе, насколько этому всему верить, каждый решает для себя сам. Когда нет фотографий или хотя бы свидетелей, в ход идут теории заговора. А уж там не важно, что с датами не сопоставляется. Вот Гарри с Инхьюит, это, конечно, мой любимый и пофиг, что там по датам совсем не сходится, ведь ДНК-тесты в ТикТоке это самый надежный источник. И, кстати, так и вижу в Гарри с каждым днем все больше Чарльза, но он еще и, на мой взгляд, безумно похож на сестру Дианы. Но там все смешалось, потому что Диана изменяла Чарльзу в ответ на его измену с Камилой. Также ДНК-тестом по фото приписывают нового отца принцу Эндрю, лорд Порчестер, при жизни владелец замка Хайклэр, где аббатство Даунтон снимали. Ну вот нельзя, видимо, мужчине и женщине дружить на публике, сразу начинается вот это. А ноги растут из книжек автора Николаса Дэвиса, который приписал принцу Филиппу отношения с его же собственной племянницей Александр Кенской. Мол, в кулуарах в 59-м году год, прости господи, зачатия принца Эндрю несколько раз проходили разговоры, темы которых засекречены. Одну засекретили на 50 лет, две другие на 100. И вот якобы обсуждался тот факт, что Елизавета гульнула и забеременела принцем Эндрю. Вот такие вот делишки. Так что, кто вместе со мной собирается дожить до 59-го года, нам будет с вами что обсудить. Ну и дальше, как в ситуации Гарри Хьюитт. Ну вы посмотрите на это фото, все же и так ясно. Сюрприз. Эндрю просто очень сильно похож на мать. Кого в нем можно разглядеть, кроме Елизаветы, я ума не приложу. А другой человек, который внес в эту теорию заговора свой вклад, это, конечно же, леди Си, Колин Кэмпбелл. Тоже великий авторитетный источник. 9 месяцев совместной жизни с лордом Колином Кэмпбеллом, еще через 5 месяцев развод и все. Ты магистр инсайдеров и знаешь все про всех. От часа зачатия принца Эндрю до развода Меган и Гарри. Кстати, эти товарищи даже по слухам еще друг другу не изменяли. Я говорю просто по нормальным слухам, а не историям из желтой при желтой прессы, где заголовки типа Меган переспала с телохранителем. Да-да, Меган будет рисковать своим браком с Гарри, из которого она еще не все соки выжила и будет спать с каким-то там телохранителем. Ну да, конечно. То ли дело Уильям и его измены. Когда я только начинала снимать видео именно про Роялс, я вам рассказывала про измены, про измены Уильяма, про нулевые, когда он еще не мог определиться Кейт или Джека Крейг. Все никак принц не мог определиться, одна либо другая, а Джеки Крейг был вайб такой а-ля Камилла, потому что она была до Кейт, но в итоге вроде определился, помирился, Джеку пригласили на свадьбу Уильяма и Кейт, Уильям был на свадьбе Джеки. Кто-то приписывает Уильяму отцовство сына Джеки, но это уже опять из разряда офигительных историй от австралийских журнальчиков в супермаркете. Эти предания старинной глубокой на заре отношений с Кейт, конечно, менее интересны, чем Роуз Ханбери, ту, которую омит, прости господи, Скоби, никак не забудет. Якобы слили его книгу в поисках свободы именно для того, чтобы все отвлеклись от романа Уильяма с Роуз. Кто такая вообще эта Роуз? Родители у нее без титулов, однако бабушка леди Элизабет Ламберт была одной из подружек невесты на свадьбе королевы Елизаветы. В 2009 году она вышла замуж за Дэвида Чамли, маркиза Чамли. Разница в возрасте между супругами 24 года. Этот товарищ потомственный аристократ. С 1974 по 1976 он был пожем королевы Елизаветы, а потом стал лордом великим камергером. Это наследственная должность в семье Чамли. Так что с 1990 когда он унаследовал титул маркиза и до смерти королевы он находился в этой должности. Кстати, на момент свадьбы Роуз Ханбери была на пятом месяце беременности, а в отношениях пара была 6 лет. Сначала у них родились близнецы Александр и Оливер, а в 2016 году дочь Айрис. Как же подружилась эта парочка? Они соседи в Норфолке, вот так просто. Откуда же пошли слухи? Таблоид Десан. 2019 год. Кейт и ее лучшая подруга Роуз расссорились. Почему? Неясно, но прям в дребезке и принц Уильям пытается выступить миротворцем. Вот, собственно, на этом и все. Дейли Мэйл в ответ это опроверг, сказав, что все это клевета, злобные вымыслы, ерунда, только ради того, чтобы выставить Кейт злобной теткой. На самом деле все там хорошо, Кейт и Роуз расстроены такими сплетнями и Уильям и Дэвид не знают плакать им или смеяться. И якобы обе парочки даже рассматривали возможность подачи судебного иска за клевету, но так как причина ссоры не называлась, делать это было сложно и они отказались от этой затеи. И таблоиды такие, а че ж Кейт с Роуз расссорились, а Уильям че поперся их мирить? Так ну конечно, Роуз любовница Уильяма! И понеслась. Никаких доказательств тому нету. Даже фотографий вместе нет. Разве что на публичных мероприятиях и то с Кейт. Маркиз Чамли продолжал работать при королеве. Роуз появлялась на похоронах королевы и на коронации Чарльза. Один из их с Дэвидом сыновей-близнецов Оливер был пожом. Бытует такая теория, я бы сказала теория заговора, что слух про истеричку Кейт, которая рассорилась с подругой, пустила команда Мэган. 2019 год, она уже в семье и таблоиды ее не жалуют. И вот, чтобы отвлечь внимание, Мэган решает так и подгадить. Каждый, конечно, верит в то, что хочет верить. Я лишь думаю, что Уильям-то, мне кажется, не святой. И в то время, да, действительно, у Кейт с Уильямом не было каких-то там любовных или хотя бы минимум теплых взглядов и не ощущался какой-то вайб семейный, что ли, рядом с ними. Но, тем не менее, с Роуз все выглядит как-то очень до банальности просто. Ощущается, как конвейер по наклепыванию статей для журналистов, фактов ноль, чисто рассуждения на вольную тему. Конечно, интереснее писать про ссору из-за развода, чем из-за забора или за дерево на участке. Но страдают в итоге реальные люди. И я в первую очередь всегда думаю про детей, участников событий. В любом случае, развод в королевском мире это дело крайнее, как у Чарльза и Дианы. Обычно минусы от развода перевешивают все плюсы. Потеря положения, любимых проектов, титулов, за что удерживают женщин. Дети, которых не получится увезти из дворца. Совместная опека, как у Дианы, это еще не самый страшный вариант. Вспоминаем историю про Паулу, которая чуть не потеряла детей. И тем более, если ребенок будущий, монарх, ни от дворца, ни от бывшего мужа избавиться не получится. Как Диана осознавала, что институт монархии это будущее Уильяма, тоже мы видим на примере иорданской принцессы Муны, оставшейся при Абдале. Технически можно все бросить и уехать в заморские дали, к себе домой, например. Но ребенка, будущего монарха твоего, даже если это дядечка 50 лет, все-таки хотелось бы, наверное, поддерживать. Тому же ребенку этого бы очень хотелось. Так что, про современные, мы с вами говорим, монархии или нет, что-то остается очень даже олдскульдом. Как, например, отношение вот к этому такому своеобразному вопросу. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, смогли бы ли вы простить измену, будучи, например, на месте Кейт или на месте королевы какой-нибудь Бельгии. Мне очень интересно узнать ваше мнение. Ну, а на сегодня я буду заканчивать. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok